Добрый день, уважаемые слушатели курса физиологии высшей нервной деятельности. Темой сегодняшнего нашего лекционного занятия является изучение аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга. В план нашего занятия включены следующие пункты. Доли головного мозга и их функциональная характеристика. Изучение строения коры и функций клеток, которые образуют кору. Зоны головного мозга, понятия о лимбической системе и анализ и синтез раздражителей. Головной мозг состоит из серого и белого вещества. На поверхности мозга имеются извилины и борозды. Эти борозды делят головной мозг на определенные доли. Так, латеральная борозда отделяет лобную долю или лобус фронталис от височной доли или лобус темпоралис. Центральная борозда разделяет лобную долю от теменной. Теменная доля называется лобус паренталис. Существует теменозатылочная борозда, которая разделяет головной мозг на затылочную долю или лобус ацепеталис. Существует при сагитальном разрезе головного мозга можно видеть, что лобная и височная доля, которая разделена латеральной бороздой, скрывает своей толще островковую зону или лобус инсулярис. Каждая доля голодного мозга имеет свою функциональную характеристику. Так, лобная доля отвечает за поведенческие акты и придает чувствам эмоциональную окраску. Также здесь есть центры, которые отвечают за речедвигательную активность. Теменная доля в основном ответственна за точные и координированные движения. Кроме того, есть зона, которая отвечает за осязательную деятельность. Затылочная доля обеспечивает млекопитающим зрительное узнавание и зрение в целом. Височная доля обеспечивает узнавание слуховой информации и обеспечивает слух в целом. Как говорилось выше, головной мозг состоит из серого и белого вещества. Вот на этом рисунке представлен сагитальный разрез головного мозга. Два полушария соединены между собой мозолистым телом. Если мы подробнее рассматриваем гистологическое строение мозолистого тела, то оно представлено в основном своем аксонами. Аксоны – это отростки нейронов, которые называются белым веществом. Функция проводниковая. Поэтому в данном случае мозолистое тело соединяет правое и левое полушария между собой. Кора головного мозга представлена серым веществом. И как бы в эволюционном плане делится на древнюю, старую и новую. Древняя кора образована обонятельными структурами, которые на этом рисунке указаны красными точками. Сюда входит обонятельная луковица, вот она, прозрачная перегородка, область вокруг передней части мозолистого тела. На этом слайде мы можем детально рассмотреть те образования, о которых сейчас шла речь. Вот здесь мы можем видеть ту обонятельную луковицу, которая располагается на обонятельной ножке. Медиальный обонятельный тракт. Вот здесь располагается переднее продырявленное пространство. Чаще всего это место, где сосуды входят в мозг. Далее идёт обонятельный тракт и грушевидная доля. Она называется ещё крючком. Кора больших полушарий включает в себя три важных образования. Это обонятельная кора. Обонятельная кора в основном представлена двумя слоями нейронов. Тогда как гиппокамп или гиппокампово-извилина имеет всего лишь один слой клеток. Вот неокортекс или новая кора, современная кора, представлена шести слоями нейронов. Эти шесть слоёв состоят из различного вида, типа, функциональной значимости нейронов. Немецкий анатом Бродман, изучая строение головного мозга, в частности, кору головного мозга, выделил здесь 52 зоны. Эти зоны отличаются друг от друга и гистологическими характеристиками, анатомическими и функциональными характеристиками. Есть такое понятие цитоархитектоника или цитоархитектоническая карта. Что это значит? Это карта новой коры или неокортекса, которая разделяется на определенные зоны, и каждая зона несет определенную свою функцию. На этом слайде представлен слой, шестислойная кора. Так, первый слой называется молекулярным слоем. Чем он нам интересен? Здесь очень много дендритных образований, и вы можете видеть, что они совлетены между собой очень в хаотичном порядке. Здесь нейронов мало. Основная функция этих клеточек – ассоциативное восприятие. Далее располагается наружный зернистый слой. Здесь очень много различных нейронов. Они имеют большое количество отростков. Соответственно, их форма тоже очень разнообразна. Функциональная характеристика этого слоя, этих клеток, очень мало изучена. Далее идет слой пирамидных клеток. Здесь представлено очень большое количество скоплений нейронов с большим количеством отростков. В основном, вы можете это видеть, все клеточки имеют форму конуса. Дендриты в основном очень крупные. Далее мы говорим о внутреннем зернистом слое. Он представлен очень мелкими нейронами с отростками. И вот что удивительно, посмотрите, пожалуйста, на этот рисунок. Нейроны располагаются очень далеко друг от друга, а между ними располагается волокнистое скопление. Следующий слой называется внутренний пирамидный или гонглиозный тип. Он представлен крупными клеточками, которые называются клетки Бетца. Следующий слой называется слой полиморфных клеток или мультиформных клеток. В основном здесь веретенообразные клетки. Их аксоны уходят в белое вещество, а дендриты могут достигать до молекулярного слоя. На этих микропрепаратах можно видеть, как устроены, как выглядят пирамидные нейроны. Вот, пожалуйста, пирамидная клеточка с длинным дендритом, с очень разветвленными дендритами. В большинстве полей все шесть слоев клеток бывают очень хорошо представлены, очень хорошо визуализированы. И такая кора называется гомотипическая кора. Но некоторые поля, некоторые участки коры бывают недоразвиты или отсутствуют вовсе. И такая кора носит название гетеротипическая кора. Она бывает двух типов – агронулярная и гранулярная. Наряду с цитоархитектоникой существует такое понятие, как миелоархитектоника. В основном она направлена на изучение, расположение, состав нервных волокон. Их выделяют три типа. Ассоциативные волокна. В основном они не такие длинные и связывают отдельные участки коры одного полушария между собой. Следующий тип называется комиссуральные волокна. Они участвуют в том, что соединяют кору двух полушарий между собой. И проекционные волокна. Они соединяют кору с ядрами низших отделов центральной нервной системы. Что же касается функциональных характеристик коры, то здесь можно отметить следующее. Обеспечивают взаимодействие внутренних органов и систем с окружающей средой. А также и взаимодействие их между собой. Обеспечивают все те обменные процессы, которые должны иметь место быть в самом организме. Получают информацию извне. Осознают эту информацию за счет того, что нервные процессы мыслительного плана протекают здесь. И они очень чувствительны к любой информации. Вот эта чувствительность вырабатывается, образуется за счет того, что имеется большое количество нервных клеток с отростками. И обеспечивают взаимосвязь между различными органами, тканями, структурами и системами организма между собой. Обеспечивают сознательную деятельность человека, т.е. творческую и интеллектуальную. И, кроме того, они контролируют активность речевого центра и процессы, которые связаны с психическими и эмоциональными ситуациями. Т.е. придают именно эмоциональную окраску реакции. Кроме того, они взаимодействуют со спинным мозгом и другими системами человеческого организма. Есть так называемая префронтальная кора. Ее функции следующие. Это концентрация внимания и сосредоточение на получении той информации, которая для человека в данный момент является важной, необходимой. Следующая особенность – это способность перегружать сознание, т.е. формировать доминантный очаг. Анализ и синтез раздражений. Т.е. вся информация, которая получается организмом, конечно же, обрабатывается корой головного мозга. И именно здесь, как в центральном звене, формируется та реакция, которая должна осуществиться. Есть зона, которая называется зоном сенсорного восприятия или чувствительного. Здесь происходит обработка электрических сигналов, которые поступают в мозг. Здесь есть некоторые отделы, и именно они обеспечивают то, что мозг очень восприимчив к поступающим импульсам. В основном это затылочный отдел, височный отдел, гиппокомпальная область и теменная доля. Ассоциативная зона. Не секрет, что мозг человека устроен таким образом, что в плане ассоциативного восприятия задние отделы больших полушарий развиты более лучше. И надо отметить, что это развитие происходит в течение всей жизни. Эти центры осуществляют управление речью. Что значит управление речью? То есть ее восприятием, пониманием и, конечно же, воспроизведением. Следующая зона. Речедвигательная зона. Здесь есть как бы три важных пункта. Речедвигательный центр брака. Он формирует у человека простую способность говорить. Сенсорный центр верники. В основном он располагается в височном отделе и отвечает за такую функцию, как получение и обработка устной речи. Например, когда преподаватель задает студентам вопрос, они его слушают, обдумывают и дают ответ. Следующий центр – восприятие письменной речи. То есть вы узнаете то, что вы написали. Или читаете книгу и узнаете слова. Вы их понимаете. Потому что центр восприятия, слава богу, функционирует нормально. Есть такая система, которая называется лимбическая. Лимбическая система ответственна в основном за социальное поведение, за формирование эмоционального настроя, эмоциональной окраски. Так вот, если, посмотрите, пожалуйста, на очень интересный рисунок. Вот надо и хочу. Надо то, что выполняет человек-оператор, осуществляет неокортекс. Здесь включены рациональные центры, индивидуальный опыт. Он составляет где-то 80% массы мозга, адаптивность поведения, энергетическая зависимость. Система «хочу», то есть лимбическая система. Здесь сосредоточены половые центры, инстинкты. Она занимает 10% от массы мозга. Система «хочу», отсутствие адаптации и независимость от энергии. Когда мы говорим «аналитико-синтетическая деятельность головного мозга», мы имеем в виду два взаимосвязанных между собой процесса. Это анализ. То есть вся информация, которая поступает через анализаторы к головному мозгу, как бы расчленяется, разделяется на очень простые элементы. Что это за информация? Это информация о самом раздражителе, о его природе, о его значимости. А что есть процесс синтеза? Это обратное соединение этих элементов, которые были обработаны каждой в отдельности. Таким образом воспринимается, образуется целостное восприятие. Существует как бы несколько стадий, вернее, две стадии взаимосвязи, анализа и синтеза между собой. Поэтому этот процесс называют «аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга». Так вот, эти стадии, генерализация условного рефлекса. Вы прекрасно помните, что есть условный рефлекс. Да? Условный рефлекс – это приобретенный рефлекс. Это тот рефлекс, который является непрочным. И если не будет подкрепления, то есть стимула, этот рефлекс начинает тормозиться. И из-за ненадобности он постепенно начинает гаснуть. И вторая стадия – это специализация, то есть обоснование условного рефлекса. Есть понятие, которое вызывает процессы анализа и синтеза. Это комплексные раздражители. Сюда относятся одновременные раздражители, последовательные раздражители. Как устроена аналитико-синтетическая деятельность? Она базируется на трех основных этапах. Это упорядоченность функциональной организации, ее мультифункциональность и иерархическая организация и рациональное управление. Естественно, аналитико-синтетическая деятельность, так же, как и условно-рефлекторная деятельность, может осуществляться только в том случае, когда кора головного мозга цела, и она функционирует нормально. То есть те структурные компоненты, о которых мы с вами узнали и немного вспомнили о них, функционируют все сразу и целиком. На сегодняшний день очень много лабораторий изучают именно эту деятельность. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Я выражаю вам благодарность за то, что вы ее прослушали. До новых встреч!